Нихао! Гамарджобат! Добрый день, уважений послухачий! Бонджорно и ностри аскольтатори! Это программа Лингофон на 101.0 FM и ее ведущие Вера Власова и Ольга Болезина. Всем добрый день! Сегодня выпуск у нас необычный, хотя у нас вся программа обычно странная, потому что мы разговариваем Как правило. Да, о каких-то не очень понятных и не очень знакомых вещах, но сегодня особенно. Так получилось, что наши словацкие соведущие вернулись на родину по визовым делам, только мы без виз в России живем, остальным они требуются. Поэтому сегодня у нас для вас есть сюрприз. Мы подготовили эксклюзивное интервью заслуженного тренера Грузии, владельца и идейного вдохновителя кафе грузинской кухни Тифлис Игоря Мурадовича Барслива с нашими дорогими Олечкой Близиной и Дашей Топузливой. Речь там все-таки и о языке пойдет, не только о самой Грузии, об ее истории, что, конечно же, обязательно будет. И ее кухня вкуснейшая, замечательная кухня. И я думаю, что эта передача обязательно пригодится тем, кто на майские праздники собирается отправиться в Грузию. Отведать настоящий грузинский шашлык. Те, кто, например, я, собираются в Испанию, могут переслушать наши старые программы с Патрисио Бастасом на сайте echokirova.ru. Программа Lingofon. Все старые выпуски там лежат. Если вы в Италию собираетесь, тоже можете туда обратиться. Есть и в Китае. Прекрасная программа с Евгением Дехановым у нас. Ну и, естественно, потянуть знания английского тоже можно в нашем архиве. А мы с Верой прощаемся с вами надолго. До мая, до середины, как минимум. У нас тоже начинается заслуженный отдых. Будем вдохновляться, получать новые впечатления, искать новые темы для программ. Если вам интересны какие-то языки, которые вы хотели бы вместе с нами изучать здесь на 101.0, пишите нам, мы будем рады. Ну а теперь грузинский язык и Игорь Барслива. Всем bon voyage, bon viaggio, приятных путешествий. Чао! Это программа Лингофон на 101.0 FM. Не так давно моя коллега Ольга Балезина не смогла устоять перед рассказами друзей и коллег и посетила прекрасную солнечную Грузию. Посетила я эту страну, потому что очень много красивых, потрясающих фото проплывают мимо в Инстаграме. И решила я, что есть еще очень много людей, которые собираются поехать в страну, и наша программа будет им очень полезна. Мы расскажем не только о грузинском языке, но и о культуре поговорим. А может нам в этом Игорь Мурадович Барслива, владелец ресторана Тифлис в Кирове, человек, который родился в Грузии, вырос в Грузии. Кстати, Игорь Мурадович, как вы попали в Киров? Буквально пару слов историй. Я попал в Киров, ты очень просто. Познакомился с жителями Кирова, много друзей тут у меня появилось, приезжал в гости. И потом стал уже с возрастом сравнивать, где комфортнее жить, в Москве или в Кирове. Для меня оказалось, что в Кирове комфортнее жить. Я это выбрал. Вот короткая так сказать. А по-русски вы, русский язык давно вы изучали? Это в школе было? Нет, я грузинскую школу окончил. Первые годы мне очень тяжело было. И я пользовался, когда надо было докладные писать и так далее, словарем. Словарь для иностранных студентов, которые изучают русский язык. То есть вы студентом были когда-то здесь? Я студентом не был, самообразованием занимался. А возраст это примерно какой? Уже 30 было лет мне, когда я переехал. Ну, то есть никогда не поздно начать. Это отважный поступок, начать изучать русский. Ну да, Советский Союз был, единая страна была. А в конце концов, думаю, если что-то не получится, верну назад. Вернусь. Думаю, что получилось. Мне кажется, мы забыли важный момент. Игорь Мурадович, давайте поздороваемся со слушателями по-грузински. Это значит «здравствуйте, друзья». То есть это все было всего лишь «здравствуйте, друзья». Да. Вот это что означает, как раз я хочу сказать. Знаете, если немного совершить экскурс в прошлое, там на несколько веков, может быть, 10 даже веков, да. Грузия вела бесперерывные войны. Потому что там была Османская Турция, там была Персия. Это люди иной веры. И они все время старались поработить Грузию, чтобы она приняла мусульманство. И грузины вынуждены были все время находиться на боевом посту, как говорится. Вот если опять с Европой сравнить, в Грузии нет института рыцарства. Почему? Потому что они там все рыцари были, все воевали. Все приоружье были. В любой момент надо было собираться и идти в поход. В любой момент. Вот когда враг нападал. И поэтому, когда мы приветствуем друг друга, мы желаем победы. Это переводится? Камарчуба. Победа. А мы здоровье. А мы здоровье. Тоже неплохо. Так что здесь победа, здесь здоровье. То есть какой-то глубокий смысл в приветствиях. В каждом народе такой присутствует. Понимаете, о чем дело? Давай попробуем это повторить. Камарчубат. Мегобребу. Камарчубат. Мегобребу. Друзья. Мегобребу. Да. А как вы относитесь к тому, что по-русски вот некоторые там буквы Г, еще какие-то грузинские мы произносим немножко, ну, по-своему, по-русски, скажем так? Я нормально отношусь. Ну, а какие особенности есть? Вот это же здесь же не Г, не К звучит, а какой-то звук. Как вот придать себе какое-то такое истинно грузинское звучание? Это очень легко. Надо пожить лет пять там, и все, вы учите. Очень легко. Кстати, мы готовились когда в программе, хотели дать какую-нибудь историческую справочку по поводу грузинского языка, и столкнулись с невероятными сложностями, потому что оказалось, что теории происхождения грузинского языка превеликое какое-то множество. То есть нашли только, что язык относится к артвельской языковой группе. Да, совершенно верно. Вот, собственно, ну и то, что грузинский алфавит один из самых красивых. Наравне там с пятью какими-то другими языками, но я уж сейчас не помню. Да, это тоже все восточные языки. Это все восточные, очень перекликаются вот армянский алфавит с грузинским алфавитом тоже. Опять это восток, опять это все. А он как-то называется грузинский алфавит? Вот у нас кириллица. Нет, алфавит просто грузинский, да, алфавит. Ну, мне вообще вот интересно, то есть я так понимаю, что грузинский все равно тоже поделен на несколько диалектов. Диалекты есть, да, хотя Грузия очень маленькая. Она не только языковая в плане, много у нее, так сказать, диалектов. И даже приготовление пищи и то много. Там, скажем, диалектовости, так сказать, литературным языком. В западной Грузии одно и то же блюдо готовят по одному, восточные, центральные, все по-разному готовят. Поэтому здесь, она поэтому такая многообразная. А там откуда, то есть на каком диалекте говорят? Где? Ну, откуда вы родом, да. В Велисии, это картлийская группа, это центр Грузии, она как бы литературная считается, да. А вот есть еще диалекты, допустим, мегрельский диалект грузинского языка, пшавский, сванский, это горы, где в горах живут, там. Иногда даже не поймешь вначале. Есть такое, что не поймешь, да? Есть. Ну, в России тоже есть, так сказать, диалект. Я, например, слободский до сих пор не понимаю. А, например, с чем вам в русском приходилось сталкиваться? Ну, то есть это непонятное произношение слов или вот именно кировчане для обозначения каких-то явлений используют одни слова, а в слободском другие какие-то, возможно, более деревенские или что-то? Нет, произношение, произношение, да, произношение. Это когда начинаешь уже прислушиваться, тогда начинаешь понимать уже о чем речь, а на автомате так не поймешь. То есть это скорость говорения, да, интонации. Да, совершенно верно. Мегрелы, например, очень быстро говорят, очень быстро. Сваны говорят, ну, если, ну, мегрелы, так грубо говоря, за минуту там 20 слов произнесут, тот, может, 5. То есть вот такая разница есть. Вот они такие степенные, живут в горах, так сказать, никуда не спешат. Ну, то есть, я так понимаю, у туриста, который сколько-нибудь начал изучать грузинский язык, больше всего шансов понять именно вот картлийский, да? Картвелл, картвеллскую группу, да. А картвелл это откуда? Отец легенда так гласит. Отец основатель грузин это картлос был. И все его потомки картвеллы. То есть потомки картлоса. Картвеллы. Грузин себя называет не грузином, он картвеллом себя называет. Не картвелли, я грузин. То есть это, мне кажется, можно аналогию провести там с московской лингвистической школой, что вот у нас вот за эталон считается вот литературного языка и акцента, да, там московский говор. А есть какие-то различия вот в приветствии, если говорить? То есть у нас мы все равно есть какая-то вот разница между тем, как мы поздороваемся, например, со знакомым ровесником. То есть я Оле, например, скажу привет. Вам я уже скажу здравствуйте. То есть в грузинском есть какая-то разница? Есть, естественно, естественно. Есть, она очень чувствуется. Например, если я своему ровеснику или младше меня кто, могу сказать Камарчоба, то старшему или уважаемому, допустим, он учитель мой, или, так сказать, очень уважаемый человек, то Камарчобат. Камарчобат. А здесь вот это вы или это уважение? Вы уважительное такое обращение. Камарчобат. 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 Или просто... К сверстику Камарчоба. На А, кончивается. А если несколько человек напротив вас? Тоже так, как множественное, уже как множественное число оно переходит. Камарчобат. Я ко всем обращаюсь. Там неважно уже, кто друзья. Да, уже там даже есть и младше меня, старше меня. Там это Камарчобат. Такое общее приветствие идет. А если вот в ситуации туриста я прихожу, допустим, в ресторан, какое из этих приветствий мне выбрать? Здравствуйте. Камарчобат. Вы же не друзья с ними. Там это вы пришли как бы это потом. То есть это фамильярный просто будет Камарчоба? Ну, такое дружеское, такое, дружеское такое приветствие. Ну, фамильярный это скорее Камарчоба. Или Салами, это уже восточное тоже идет такое из Турции. Не Турции, Ираны. Салами. Тоже как бы про Салам. Да, вот есть такое. Салами. Тоже, так сказать, оно бывает в опиходе. Но это редко очень. А так Камарчобат поприветствовали его. С приветствиями разобрались, а с прощанием точно так же там ровесник поприветствовал. Нахвамдис. Это одинаково все. Нахвамдис. До свидания. До встречи. Давайте попробуем воспроизвести. Я тебя пытаюсь на русском транскрибировать, чтобы как-то воспроизвести. Нахвамдис. 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 Если дословно перевести, это до встречи. Ага, ну то есть практически как у нас. До свидания. До свидания, да. Это я всем скажу, да? Да. Любому. 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 А еще что-нибудь? Пока есть какой-нибудь? Я не знаю. Может, есть какой-то сейчас сленг появился. Молодежный. Я это не знаю. Поэтому я ничего не могу на что сказать. А для туриста это будет нормально, грамотно. Если он попрощается и скажет, что Нахвамдис. Естественно, с этим Нахвамдис, если в ресторане был продолжить вашу мысль, то надо и поблагодарить. Благодарить это Мадлопт. 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 Нахвамдис. Точка. Мадлопт. И Нахвамдис. То есть, если завязался какой-то разговор, ну где-то либо в ресторане, либо с человеком, с которым ты живешь, ну то есть хозяин куда-то приехал, снимаешь какое-то жилье. Как себя представить? То есть, там, меня зовут Дарья, я приехала оттуда-то. Это очень легко представить. Но мы поняли, что не очень все-таки. Ме чамувели калак кировидан. Это значит, я приехал из города Киров. Какое слово было Киров по-грузински? Ме чамувели калак кировидан. Кирови, да. Да. Из Кирова, значит. Мецкоруб кировщи. Я живу в Кирове. Вы понимаете? А вот эти окончания, которые кирову прибавляются, они это как предлоги в русском, да, получается? О, если бы я столько знал русский язык тогда, у меня цены не было. Нет, ну то есть, в первом варианте было кировдан? Это оттуда, значит, я приехал. Оттуда приехал. А живу в Кирове. Кировщи. Калак кировщи. А как сказать, я еду в Киров, там тоже будет какое-то другое окончание, да? Ме, минда цауэди, я хочу поехать в город Киров, да? Ме, минда цауэди, калак кировщи. Опять в Киров. Угу. Кировщи. А вот это вот чамуэлли или как ми, ме, ну? Ме чамуэди калак кировидан. Вот это слово чамуэлли, оно что? Чамуэди. Чамуэди. Вы говорите не так, как мы, да? Произносите д, оно более мягкое получается, да? Да, да, да. Поэтому мы не всегда расслышать можем. У вас пожёстче. Чамуэди. Вот. Чамуэди калак кировидан. Я прочитала, я же купила разговорник, самоучитель грузинского языка, выторговала себе со скидкой и прочитала там, что нет твёрдых согласных вообще. То есть они паутализуются, если я говорю, всё смягчается. Смягчается всё, да, совершенно верно. И вот мы говорим Тбилиси, грузин скажет… Тбилиси. 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 Тбилиси, тёплый, Тбилиси. А даже с буквой В. Тбилиси. Тбилиси. Тбилиси, да. Вот мы говорим Т, а там Т. Похоже на английский, наверное, да? Вот ближе, да. Аспирация такая с придыханием Т. Вот Даша у нас лингвист и филолог. Мечу лингвистическими терминами. Но если говорить всё же немного не о языке, а о культуре. Ну то есть вот меня как туриста я всегда смотрю, если я еду в какую-то другую страну, каких норм поведения всё равно стоит придерживаться? То есть чтобы ненароком кого-то не оскорбить, не показаться грубым. Несмотря на то, что Грузия тоже там православная страна и вроде бы бывшая союзная республика, всё равно наверняка есть какие-то вещи, которые стоит учесть. Есть, есть, есть. Конечно, это обязательно надо учесть. Не напрасно, в русском языке есть поговорка, да? Со своим уставом чужой монастырь. Чужой монастырь, да, не ездит. О, да. И это абсолютно очень хороший вопрос. Я постараюсь раскрыть. Ну, во-первых, Грузия. Грузия – это православная страна. Православная, она, недавно опрос был, почти 97% верующих. Такой страны второй нет в мире. 97%. Патриарх, католикос-патриарх Грузии, Илья II, он самый уважаемый, самый авторитетный человек в республике. Ни президент, ни премьер-министр, ни министр, ни бизнесмены, никто. Его слово очень много значит для страны. Вам один пример. Когда это были такие тёмные времена в истории Грузии, вот сейчас современные, да, и там резко упала рождаемость Грузии. Ну, война, понятно, да, там зарплаты нет, денег нет, война, погибают люди. Там на какой рождаемости? Тогда он объявил, что каждого третьего ребёнка в семье он сам лично будет крестить. И вот прошло несколько лет, он 15 тысяч детей покрестил. Вот благодаря вот этому призыву, да, вот сейчас в семье третий ребёнок появился только благодаря его призыву, благодаря его слову, понимаете? То есть у нас обещают мат-капитал, а в Грузии покрестить. А там покрестить, да. Это гораздо выше, чем это капитал. Мне так кажется, я не знаю. Я, кстати, замечала, да, религиозность, которую в России, наверное, редко встретишь, когда в зоне видимости у человека появляется какой-то храм. Неважно, там, это юноша, девушка молодая, взрослый, среднего возраста человек, все крестятся на ходу. Не знаю, может, второй рукой они там СМС-ку набирают, но они обязательно уделяют внимание тому, что... Здесь никакой игры нет, это всё искренне, я это верю. Я знаю, по детям моих друзей, которые там живут, по мнукам их, по 15 лет, 14 лет, они всегда в храм ходят, ребята, и стараются, стараются, стараются соблюдать вот эти все. То есть есть традиция семейная, допустим, как-то раз в неделю ходить в храм? Распространено это? Вот знаете, я сейчас это точно не могу сказать, что у всех семей это есть традиция. Опять я вернусь к патриарху нашему, да, Илье, католикос-патриарху. Потом я даже объясню, почему католикос-патриарх отличается просто от патриарха. Католикос-патриарх, когда вот эти опять тёмные времена были, и света не было, холодно, дома, прочее, прочее, он разрешил всеми забирать иконы из церквей, чтобы люди там молились, а потом возвращали назад. И не было случаев, чтобы никто что-то бы не вернул. Вот не могут ночью выйти, темно, холодно. Вот соседи собираются и молятся, понимаете, там у кого-то. Вот это он разрешил, и где-то года два, по-моему, вот так это было, когда уже более-менее жизнь наладилась. Вот что значит православие для грузинок? А как они сейчас, кстати, вот относятся к тому, что всё равно поток туристов вырос? Приезжают не всегда, мягко говоря, там глубоко верующие люди, и на улицах они наверняка себя ведут, ну то есть вот точно так же там, я не знаю, то ли ты наверняка там не крестилась перед каждой церковью. Я согласен с вами, да. Это я сам вот 10-15 дней назад прилетел и обратил внимание, что там на Руставеле уже гуляют из африканских стран ребята, девушки там из Европы. Не совсем ведут, как хотелось бы, да? Да, кстати, будет турист по-грузински. О, турист-турист. Так и будет. Да. Я вот прошу вас учесть, законы гостеприимства превалируют над всем этим. Он смотрит, это гость, и ему надо многое простить, чем своему. В горах был обычай, сейчас его нет такой. Там раньше были такие эти кровники, когда кровная месть была, да? И в горах, если кровник случайно попал тебе домой, ты не имел его права обидеть, ты его обязан был накормить, напоить, все почести оказать и проводить. Потом где-то за пределами дома ты можешь с ним разобраться, или вы можете между собой разобраться, но дома ни в коем случае. Мне сейчас стала понятна одна история, которую мне рассказывали друзья, которые вернулись из Грузии. Сняли жилье, ну тоже я не помню, что там через интернет или по телефону, и когда приехали, поняли, что их не устраивают немного те условия, которые им предложили, и они все мялись, не знали, как поступить, то есть как вот хозяйке сказать, что вроде нам не очень понравилось, мы будем искать другое жилье. И в итоге пообщались между собой, решили сойтись на том, что предложат ей какую-то денежку, то есть за беспокойство, что вот они так вот сейчас уезжают, и какое-то простое у нее будет. Вышли, сказали ей, что это вроде так и так, нам тут, ну вот, вас не очень понравилось, но мы готовы за беспокойство вам деньги заплатить. Она наотрез отказалась, но, говорит, видно было, что она расстроилась, но сказала, нет, вам не понравилось, мне не нужны деньги, расходимся, грубо говоря, как в море кораблей, я вас тут покормила, приютила, не понравилось, все, пожалуйста, уходите, но денег мне ваших не надо. И то есть они и я, мы были так несколько удивлены, что вроде все равно там туризм, коммерческие рельсы, все это поставлено, и тут вот такая ситуация. Для меня это нормальная типичная ситуация, то, что вы рассказали. Ну, где-то не поймут, скажут, что вот дураки там, вот взяли бы копейку, там заработали бы, но закон гостеприимства, он всегда доминирует, понимаете, в чем дело. И это не вчера появилось. Меня вот это очень мучает, я вот хочу поехать в сентябре с монахами, там 10-15 монастырей объехать. Вот этот один и тот же вопрос, откуда истоки вот этого гостеприимства? Я не знаю, но он есть, понимаете? Интересно. Ну, все-таки гостеприимство гостеприимством. Гостю нужно прощать что-то, но лучше гостю как-то себя не вести. Совершенно верно. Давайте там вспомним, может быть, самые распространенные, неприятные грузинам вещи, которые могут допускать в поведении туристы. Как мы вот с самого начала говорили, да, что Грузия православная страна. В принципе, если вот это соблюдать, вот эти законы, понимаете, то есть они смотрят сквозь призму вот этого православия, этого Библии. Там можно ли целоваться на улице? Нет, конечно. Но если турист целуется, ну, Бог с ним просто целуется. Можно ли там, не знаю, ноги на стол класть там, ну, не знаю, кому понравится. То есть каких-то таких очень требований, вот таких жестких, нет. Это требования такие, которые вот каждый бы захотел. Универсальные. Да, наверное, да. Вежливость и уважение к чужим традициям. Да. Там есть и дети, допустим, чтобы не курить. Допустим, при детях, там при женщинах не курить. То есть россияне любят отпраздновать свою поездку в ресторане, хорошо поесть и запить это все. Насколько прилично появиться после этого, пойти гулять, не знаю, пару стовелей, не знаю, пять песней? Нет, гуляй, гуляй. Какие-нибудь. Но тоже есть какие-то правила приличия, да, которые не нарушай. Допустим, чего греха-то ведь у нас, мы за столом можем материться, да? А материтесь по-своему? Нет, я говорю здесь, там за столом материться, да, это грех. Я, кстати, слышала, сквозь грузинскую речь проскакивают российские маты, что нет ребательств в грузинском языке. Нет, есть, но в русском языке очень слаженно, красиво получается. Экспрессивно. Я вам даже больше расскажу. Это далекая история, это Олимпийские игры в Токио в 64-м году. И вот один наш спортсмен, ну, неожиданно выиграл золото. Ни он, ни тренер, ни начальство не ожидали, что он может выиграть золото. И вот его ведут на пьедестал награждать. И он потом сам рассказывал, говорит, вот это море зрителей, которая вот одна масса какая-то, да, и вижу лицо своего тренера. Ну, я же должен как-то эту радость. Передать. Да. И что вы думаете, он сказал, Леонид Александрович. Японцы все поняли. Они начали аплодировать. То есть я к чему говорю, что японцы тоже по-русски ругаются. Я там работал, поэтому я знаю хорошо, да, что... Зачем изобретать свой мат, если есть отличный русский, как греченька. Да, да, да. У японцев самое дурное слово это багаро. А багаро, значит, плохой человек. Вот это все. Самое-самое. Редиска, да, скажем так. Из нас точно не обойтись. А мне, знаете, вот сама, к сожалению, самой не довелось еще Грузию посетить. Но, в принципе, все, кто бывал, в один голос говорят, кухня бесподобна. О кухне, конечно, можно говорить долго, основательно, наверное. Особенно, когда вы рестораном занимаетесь. Под отдельную программу. А мне хотелось бы, обычно, то есть, если где-то когда-то путешествуешь, если вдруг тебя, ну, очень вкусно накормили, все равно пытаешься как-то не просто спасибо сказать, а что-то какие-то фразы, вот, что очень вкусно, великолепно, божественно. Вот как вот можно, какими словами грузинскому повару дать понять, что доволен? Пошлите в воздушный поцелуй, он поймет правильно. А словами? Словами. Ну, как сказать спасибо, очень вкусно. Удидеосима, это большое, большое даже. Огромное спасибо. Удидеосима, адлоба. Удидеосима, адлоба. Салян, мумецона. Очень понравилось. Надо записать? А есть какой-то там пальчики оближешь, например? Не, я только что-то не могу припомнить. В английском, вот, мы тут недавно узнали, ями-ями, что-то такое. Боюсь, боюсь обмануть, не могу припомнить, я вот, насчет пальчиков. А если я палец подниму большой вверх? Это нормально, это же международный, интернациональный. То есть они поймут, что это комплимент, что мне нравится эта кухня. Да, типа, very good, вот это такое, да. А так, если скажете, что удидеосима, адлоба, джалян, мумецона, то уже все понятно. Я засомневалась, на самом деле, что я это скажу. А давайте просто, может, разберем на составные, и тогда будет понятнее, какие слова тут в этой фразе. Вот, диди, это большой. Удидеси, огромные, спасибо. Удидеси. Да. А что касается кухни, я могу вам один факт рассказать такой. В начале 20 века, когда царь, так сказать, руководил империей, Николай II, да, прислали в Грузию. Тогда она, Тифлисская губерния называлась, губернатора по фамилии Чернявский. И вот он был губернатором два года. Потом царь решил его отправить куда-нибудь по севернее. И он отправил губернатором его в Вятку. И вот он в 14-м году сюда прибыл, здесь губернаторствовал. С ним приехали 12 грузин. Из них там три повара было, по-моему, которые готовили ему. Но я думаю, что тогда уже некоторые жители Вятки познакомились с грузинской кухней. Наверняка гости приходили, наверняка что-то пробовали. То есть Вятка знакома с грузинской кухней еще больше сотни лет. А, кстати, вот интересно, а есть какие-то слова в грузинском, которые созвучны с русскими, ну и, в принципе, обозначают то же самое? Да. Какие-то, может, во времена СССР какие-то заимствования были, чтобы переходили слова один в другой? Заимствования, заимствования. Именно вы имеете в виду питание, да? Нет, возможно, они... Вот по теме питания как раз мы, наверное, грузинский язык только и знаем. Или есть еще какие-то слова? Нет, там, ни хинкали, ни хачапури, которыми мы здесь тоже пользуемся, и вы тоже. Наверняка есть, но они уже, наверное, как-то переименованы. Я сейчас их вот так лихорадочно прокручиваю в голове, что-то не могу припомнить, понимаете, в чем дело. А то, что это есть, то это точно наверняка будет. А что не могу сказать вам, боюсь. А международные заимствования в грузинском языке, то есть вот турист, например, так и будет, да, турист? Турист, автобус. Интернет. Интернет, там что еще. Особенно сейчас вот... А слова типа гаджет, например. Вот это все присутствует. Ноутбук, гаджет. То есть они просто, ну, вот вкрапляются вот в обычную грузинскую вещь. А, конечно, а что переименовывать, я не знаю, что-то придумают. А французы вот переименовывают. Ну, и в русском языке были. Я знаю случай, там один какой-то лингвист, ему не нравилось слово «галоши», он макроступы называл их. Ну, не прожилось, понимаете. Ну, есть такие оригиналы. Есть русские слова, но на самом деле заимствованные, толерантность, да? Что можно заменить терпимостью в каких-то смыслах, более языку вашему свойственной? Ну, это мотвенево, терпимость, мотвенево, понимаете, в чем дело? Это терпимость тоже. А вот от толерантности, допустим, есть какой-то производный? Толерантность? Толерантность? Нет, не могу, нет. Ну, то есть, мне кажется, в этом плане грузинский такой более закрытый, самодостаточный язык. Он закрытый, да, конечно, 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 он закрытый. Только вот если Гаджу, то нет названия, то ладно, милости просим. Тем более сейчас уже вот это все так переплелось, вот 21 век, в конце концов, там уже летают эти молодежь, обучаются за рубежом, зарубежные приезжают туда, то есть это неизбежно. А мне, знаете, еще вот такой вот момент по поводу акцента, с которым на русском языке говорят и грузины, то есть я не была в Грузии, но я очень много путешествовала по республикам Северного Кавказа, где, в принципе, тоже у них достаточно самобытные языки, не похожие ни на что. И вот мне, носителю русского языка, вот исключительно на слух, кажется, что по-русски все вот носители языков кавказских говорят с одинаковым акцентом. То есть это только мне кажется или действительно так? Я думаю, вы редко бываете там, поэтому если бы раз 10-20 были бы, то уже различали бы. Это на первый раз. В любую страну вот приезжаешь, да, особенно только на неделю, на две, то все одинаково кажется. А когда ты уже живешь там, работаешь, уже начинаешь отличать. Я уверяю, у вас, если сейчас в Среднюю Азию приедете, тоже все будут одинаковые, таджики, туркмены, узбек и так далее. А пожив 3-5 месяцев, полгода, вы уже начнете. Да, 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 конечно. Это просто вопрос времени. То есть житель Тбилиси по акценту слышит, из какой области вот с ним человек, да, происхождение разговаривает? Да, 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 как разговаривает, да. Вообще я скажу, что Тбилиси, сейчас-то не знаю статистику, но в советское время там 102 национальности жило. И когда спрашивали, ты какой национальности? Я Тбилисиц. Так было принято называть, что моя национальность, я Тбилисиц. Тбилисиц, он всегда отличался от других регионов, всегда. Хоть чем-то, но он отличался. Это есть. И я сейчас приезжаю и вижу, что вот этот не Тбилисиц, а вот этот Тбилисиц. Как? Я не могу сказать, как я различаю. Сноровка. Россиянина там опознают. Вы, в частности, друзья ваши. Россиянин в Грузии. Да, конечно. Вижу, это точно там. Да. Не поляк, не серб. Это наш, это наш, да, это точно, да. В принципе, всех. Вот сейчас я был там, израильтяне, да, их не перепутаешь ни с кем. Это Шум, Гвалт, Ор и так далее. Это мне знакомо, потому что я туда часто летал. У меня друзья живут в Израиле, да. Да, допустим, немцы степенно, тихо, спокойно ходят. Не видно, не слышно звучат немцы. Да, притом так это все скрупулезно все так это все рассматривают. Там это вот нет вот этого Шума Гава, как у израильтяна. А наши посередине. Увы, ах, на этой многонациональной ноте сегодня нам придется уже закончить, потому что время наше вышло. Это была программа «Лингофон» на 101FM. В студии работала Дарья Тепузлива, Ольга Балезина. Помогал нам постигать азы грузинского языка владерец кафе, ресторана «Тифлис» Игорь Мурадович Барслива. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мадлобот. Удачи, мадлобот. Программа «Лингофон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова